Всем подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы с вами будем краситься и что-нибудь рассказывать. Я уже увлажнила лицо, сижу некоторое время с этими патчами. Остается мне только нанести какой-нибудь кремушек и, собственно говоря, делать макияж. Как вам мои новые линзы? А? Для увлажнения у меня вот такая вот баночка коллагена. Ну вот у меня вообще была тема для того, чтобы немножко поговорить насчет того, почему, допустим, я не стану популярной, но я думаю, что мы ее отложим. Потому что у меня сейчас недостаточно меланхоличное настроение для нее. С моим нынешним настроением я либо бомблю на стримах по поводу того, что происходит. Либо ощущение такого пиздеца жуткого. Мне непонятно вообще, что делать. Ничего не хочется делать. Вообще ничего хочется лечь. Где-нибудь в лесу. И чтоб тебя растащили. Звери дикие. А посему, что мы делаем? Продаем вещи. Проблема, правда, в том, что вещей там меньше не становится. Потому что делаешь новые вещи, еще что-то делаешь. Там покупаешь себе что-нибудь, то, что нравится. В последнее время, конечно, много всякой дичи творится. И на работе, и не на работе. И вот мне пришлось купить наушники. У меня, кстати, наушник ведущий потерялся. И пришлось купить новые наушники. Потому что ведущий наушник, это наушник, без которого не работает второй наушник. И если он садится, то ты не послушаешь музыку. Если он теряется, ты тоже музыку не послушаешь. Кстати, я немножко почистила цвет. Он теперь не такой зеленый. Больше голубенький. Сона. Сона. Блять. Сыворотка для окрашенных волос. Типа для поддержания цвета. Для блонда. Сона. Blonder the silver silk. Прикольная вещь. Думала, я ее просто пробую продать, но нет. В подружке выдали вот такую херню в подарок. Это Cover and Fit Sun SPF 50 Tom Cover Perfect Skin Fit Прикольная вещь. Прикольная тем, что она не съезжает с кожи. Кстати, мы сейчас еще праймер нанесем, наверное. А может мы ее смешаем с праймером, не знаю. Короче, она тонирует. Ее надо прям очень мало на все лицо, потому что она тонирует. И что плохо, то что в жару. Из тебя вот так вот водичка просто текает пот. И все, блин. И очень-очень жарко. Праймер у меня от Luxe Visage. Типа такой. Такой себе. Мне больше нравился от Mange Pro, но Чего бы Luxe Visage не заюзать. У них, конечно, много очень продуктов, которые мне не нравятся. Ну, шо поделать. Прошу прощения за посторонние звуки с улицы, но как бы... Проблема в том, что очень-очень жарко. У меня кондей нет. И вот, собственно говоря, из-за этого все и происходит. Убираю лишнее увлажнение. Хотя мы все знаем, что увлажнение лишним не бывает. Даже жирную кожу надо увлажнять. Иначе она будет еще более жирной. Это праймер. Я уж не знаю, как наносить правильно крем солнцезащитный до праймера или после. Я нанесу после, хотя раньше наносила до. Посмотрим. В последнее время мне попадается каких-то ошибка набожных людей, которые мне говорят обратить к Богу. Че мне к себе обращаться? Если я и так знаю, что происходит у меня. Давайте еще немножко выдавим вот этого крема, потому что спонжик его очень съедает. Ну, не знаю, он вообще это мини-мини-мини формат. Так он идет в формате там какого-то вот такого тюбика, в котором уже есть спонжик специальный для растушевки. И этот спонжик как раз-таки должен все это делать дерьмо и не жрать. Тонируй наше лицо. Ууу, как яйцо. Для того, чтобы SCP, блядь. Ну, короче, это SCP, но я буду говорить SCP, потому что мне так удобней. Главное, не привыкнуть к этому. Короче, как вы поняли, эта фигня идет немножко, как, не знаю, кушон, тональник. Причем цвет только один. Ну, как бы, ладно. Ну, из тональника я могу взять либо этот тональник, ну, типа, это кушон, BB крем. Вот тот прикольный ткаткин. Либо мой любимый от Evelyn на данный момент, да, мне раньше нравился от Catrice, но он очень быстро застывает. От Evelyn еще, типа, более-менее. А еще можно сделать так, что, типа, наносишь тон и потом сверху наносишь BB крем. Для многих это будет too much. Но, если надо, допустим, что-то подровнять, подвысветлить в макияже, я иногда так могу делать. Купила, кстати, еще помаду, вот такую, называется Alena от Vitable. Прикольная. Прикольная помада, у нее очень красивый, графитовый такой цвет. Прям хорошо. Еще у них, ну, купила вот эту вот фигню, типа, тинт. Но пока тинта лучше, чем у Tony Mally я не видела ни у кого. давайте немножко Dior используем под глаза. Хотя он не высветляет, господи, не высвечивает. у меня от жары уже едет крыша, причем конкретно едет, я начинаю забывать слова, что мне надо делать, когда у нас что, то есть у меня информация в голове вообще не держится никакая, вот, и это очень плохо, я считаю. потому что я работаю в помещении без кондей, а помещение без кондей находится в ТЦ, а в ТЦ тоже особо кондей нет, там только в береге на первом этаже, и я на втором работаю. Мы сейчас, наверное, контурироваться не будем, потому что нахрена нам контур, если мы можем сделать молодежный макияж такой, да, типа румяна опять нанести вот сюда, вот, как обычно мы делаем, и не париться. Поэтому, что мы делаем, мы берем пудру, кисточку, пудру, вот эту пудру возьму, для бейкинга или как-то, не бейкинга, ну, короче, это пудра фотошоп, которая фотошопит лицо, типа фотошопит, но ее можно прям много наносить, очень как-то обильно с кремовой массой нанесено. Немножечко не могу понять, как мне это запудривать. сейчас я возьму еще одну пудру, конечно, тоже Эвелин, но она у меня немножко битая, потому что я возила ее с собой на готик пати, где гримировала людей, и она немножечко там разъебалась. меня сейчас очень беспокоит моя ситуация с работой, мне кажется, она многих беспокоит, но типа не конкретно моя ситуация, а то, что сейчас происходит, потому что сейчас немножечко людей едет крышак из-за жары, из-за всего вот этого происходящего, и люди с диагнозами, как я, короче, не понимаешь, куда ебнет, что очень и очень печально, конечно, совсем плохо, вот, не понимаешь, куда ебнет, и трясешься из-за того, что маяч неизвестность. Сейчас я зафиксирую самым бомжатским этим от Essence скрепителем Makeup Fixing Spray у меня был от MAC, мне больше нравился, если честно. Пахнет, знаете, ну, рептилиями, рептилиями пахнет, прикольно. У нас сейчас пирожок этот спечется, скрепится. Скреп немножечко румяшек нанесем, сейчас я говорю немножко, а в результате нанесу все румяна, что у меня есть, еще скажу, что мне мало, и все, на этом все кончится. я очень не люблю кремовый румяна, поэтому у меня сухие текстуры, не высохшие кремовые. Ну, короче, красится не для камеры, а для себя, понимаете. Дальше делаем так, как будто так и надо. Ну, подбородок наносим немножечко, да, на губы можно, но не нужно. Далее я рисую себе, я убираю карандаш какой-нибудь, 0-1 или 0-2 с Файлберрис или с Азона с Файлберрис, по-моему, карандаши. Короче, один коричневый, второй черный, и я постоянно путаю, какой коричневый, какой черный, блядь. Потому что у них никаких опознавательных знаков, кроме 0-1 и 0-2 нет, по-моему, 0-2 это коричневый. Да? Да, коричневый. А 0-1 блядь, ну, черный, ладно, хорошо. Хочу сегодня коричневые стрелки. коричневые стрелки. Это как раз подводка, про которую я говорила, то, что у нее не фетровый наконечник, а кисточка. А кисточка это гораздо удобнее, чем фетровый наконечник, потому что она не забивается, и ей можно рисовать вообще абсолютно что угодно. конечно, я не очень люблю коричневую подводку в плане того, что на повседневку я ее не использую. Я обычно использую черную на повседневку. вот и вообще насколько сомнительно-то использовать подводки с Вайлдберис, вы подумайте. Ну, пока у меня глаза не отвалились, аллергия не выскочила. Кстати, может, у меня на них аллергия, если что. Ой, еще я жутко хочу курить. и на самом деле порисовала бы что-нибудь. Но какой шанс того, что я сейчас как говорится, рожу ежа. Ну, понимаете, выгорание, выгорание произошло такое небольшое, небольшое выгорание на несколько месяцев. так, тут я рисую немножко. Короче, мы подгоним их потом под одинаковые эти масштабы. Выхожу за границу своего сознания, также глаза, рисую стрелку вот так. Вот так вот, блядь. стрела, стрела, копия дана. Не люблю коричневый, потому что он светлеет и становится таким противным. коричневый коричневый Ну, как вы понимаете, коричневого вообще не приветствую. Хотя, что я его тут сру, если он довольно, ну, блин, коричневый, он довольно красивый сам по себе, но мне он не нравится. Теперь мы закрываем крышечкой наш карандаш, пускай он там немножко в себя придет. Берем вторую сторону, во второй стороне у нас такая субстанция, напоминающая карандаш для бровей. Может, это и есть карандаш для бровей? Хрен его знает. Короче, рисую ее себе. Не помню, как у них называется. Это вариация глаза, ну, короче, рисуем себе глаз немножко побольше. Заполняю место белым, потому что святое место пусто не бывает. Вот так. не очень ровно, но нормально. Можно еще использовать инфлюенсовские вот эти вот конкреты, пигменты для макияжа. Наверное, кстати, так будет лучше. Но не хочу кисточки пачкать. единственное, что попробуем вот так вот чисто. Сейчас. Чисто вот так вот. Ееее. Так, и что мы дальше будем делать? дальше я бы хотела взять палетку от соды, вот эта, которую мы распаковали недавно, и накрасить идею. Потому что почему бы и да, почему бы нет, когда да, какой макияж я хочу видеть? Я хочу видеть что-нибудь розовенькое, наверное, да, может быть, даже за бордомом, с какими-нибудь блесточками. Ребят, если я не отвечаю в комментариях, вам очень надо, пожалуйста, пишите в телегу, в телеге я точно отвечу. Прям сто процентов, потому что в телеге я гораздо чаще, чем насыщенный очень бордовый, даже не знаю, какой-то винный, винный, красивый. Ну, эта палетка скоро сможет посоревноваться с Джеффри Старом. Блин, вот у этих азиатов у них идеальные глаза для аниме макияжей. Не то, блин, у нас. Хотя, может, умельцы хорошо на наших глазах тоже могут сделать. Просто я смотрю вот эти тутеры в ТикТоке и там вообще просто разъеб, разъебыч. Так, теперь, ну, вот я брала вот этот и вот этот. Теперь мы возьмем какой-нибудь такой вот лапочку вот эту вот. Спотлайт, кстати, почему-то у нас немножко пожеванный. Может, я его пожевала в прошлый раз? Не знаю. Короче, лапочку мы наносим вот сюда. немножко у меня глаза от лампы, конечно, побаливают. Немножко еще эти лапочки. Charming. Я брала, значит, с Витей, follow и Charming. нормально. Нормально. Живем. Так, теперь мы берем Spotlight. Как-нибудь мы его берем. Ну, типа, что-то нанесло. Сейчас посмотрим. Столько блестяшек. я просто в восторге на самом деле. Не знаю, может, некоторым и не зашла бы эта палетка, но я прям обожаю вот эти вот блестяшки, вот эти цвета. Их можно продлить прям до брови вот так вот. Будет выглядеть очень красиво. Единственное, что у меня очень интересно, видите ли вы на камере мои брови, потому что я их не очень вижу. Дэйт я хочу нанести куда-нибудь вот сюда, наверное. Короче, это микроблестки дэйт. Ну, мне они понравились, если честно. Далее, что мы делаем? Хочу Social Nets вот это вот. Немножко поковырять. Мне кажется, вот эти вот, это микроблестки, вот это, это разъемные розовые цвета, вот эти вот. Ну, короче, вот это микроблестки. Дэйт и Chill Hour. Блин, я опять в Дэйт влезла. Ну, что ты будешь делать? Хоть ногтем размазывай. Спотлайт и Soft Smile это хайлайтерные такие хлопья, а Passion и Idol это ну, короче, разъемный розовый. Теперь у него такое имя будет для меня. вот это мы берем и делаем себе легкий контур носа. Вот этим оттенком самым таким. Ну, он типа должен быть контурирующий, на самом деле он какой-то красный. Кстати, ребят, я думаю, может запилить конкурс на какую-нибудь палетку от соды. Типа, если вы поможете мне там набрать 5000 подписчиков, ну, это, конечно, будет Unreal. Вот. Ну, посмотрим, какое-нибудь другое условие придумаем и разыграть какую-нибудь палетку от соды. Либо косарь. Чё, как, как приятней будет. Вот. хайлайтер ребята, хайлайтер тут, конечно, просто бомба. Вот этот вот хайлайтер светло-розовый. Конечно, его не той кистью наношу, но похер. хайлайтер хайлайтер не подумайте ничего. Всё мне с ними нормально. Но для каждого хайлайтера просто я немножечко по-другому должна подбирать хайлайтера просто разный эффект полировки дают. Понимаете? А сейчас можно еще взять вот эту кисть от сэвентин плоская. Вам тут нет, они эффект зловещий дали не создаются, нет? Хочу софт смайл нанести вот сюда. Типа на этом мы закрываем нашу палеточку. Да? Все к ламбочке возвращаем. Берем Ага, снова коричневый. Немножко подделываем. А, нет, тут не коричневый, сорян. Это черный. Наху я коричневым красил, еще не знаю. линзы у меня в глазах, просто решили устроить тусич. Короче, изменяем на черный, если кто-то делает по этому видео макияж, пожалуйста, сами решайте, какой вам цвет брать. Я их делаю вниз, вы можете делать их вот так, вверх можете делать. Кто вообще запрещает макияж делать такой, какой вы хотите, правильно? Правильно? берем коричневый карандаш и рисуем себе рысницу. Я обычно рисую себе черным карандашом рысницы, потому что коричневый я вижу плохо. Ну, что поделать? Сегодня будет коричневый. немножко разные глаза, да, я знаю, но мне подходит. Далее, что мы делаем? Мы клеим ресницы. А, нет, мы сначала рисуем брови, потом наклеим ресницы. Брови у нас карандаш от Бэби Браун, также есть от Катрис, на минутку. И вот эти вот карандаши, ну, блин, Бэби Браун классный карандаш, им очень прикольно рисовать бровьки, он хорошо держится по цвету, но по цвету не подошел немножко, ну, и что мне из-за этого плакать, что ли? Кстати, хочу сказать, что я, наверное, больше никогда не пойду в Золотое яблоко, именно в такой стационарный магазин, если мне что-то понадобится, я буду заказывать, потому что там очень много народу, я там теряюсь, стеллажи, 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 как на рынке, блин, не протолкнуться и плюс еще консультанты тебе пытаются навязать продукцию, которая, ну, не то, что тебе прям необходимо, но стоит дорого. Типа, ну, у меня есть час уход от сона для волос, да, не смывайка, я ее как раз вот вчера купила, ну, для меня вчера, для вас уже, наверное, не вчера, смотря, когда видео выходит, ой, конечно, почистила ей цвет, нормально, мне пытались впихнуть маску за 4000, маску для волос, тоже с таким же эффектом, эта фигня стоила две с половой, ну, как бы, на полу, на полтора куска подешевле, вообще, не очень люблю тратиться на что-то такое, на что-то, что можно взять подешевле, в плане эффект тот же будет, но дешевле, так, мы берем какие-нибудь из этих оресниц, оресниц, у нас тут немножко их есть, наверное, возьму по канону, по стандарту, те, которые у меня уже почти разваливаются, вот в этих очень удобно хранить разные ресницы, у меня вот такие есть, вы видите, в самом низу, они под такой макияж вообще идеально подходят, вообще, чем более пушистые ресницы, тем лучше они на вас будут смотреться, помните про это, ой, блядь, снова дождь пошел, ну, здравствуй, классно, а я только хотела пойти на улицу, ладно, ничего, я уже привыкла, вот, короче, я лучше, наверное, буду покупать не в стационарных магазинах, а в интернет-магазинах, потому что в последнее время я не очень люблю общаться вас с консультантами, ну, это просто сейчас мой тип заеб, он через некоторое время изменится, я к этому уже привыкла, но надо просто делать так, как в данный момент времени нравится, краситься, я, кстати, ресницы не накрасила, придется их красить уже, непосредственно после топки на клее, красиво, 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 еще минус ресницы, минус ресницы, берем запасные, берем запасные, берем запасные, но стопудняк разницы на глазах, в жизни никто не заметит, поэтому нас порад, вот здесь какой у меня клей для ресниц, если кому-то интересно это, если кому-то это поможет, ну, ну, что еще, у нас остались губы, да, губы можно тинтам, а можно помадой, я, наверное, помаду выберу, а, кстати, еще локу, тут надо немножко, ага, да, сейчас, немножечко, вот тут, ну, просто тинт, он плохо ляжет, типа, вот, я сейчас нанесу его, сейчас размажу, и будет хероленько немножко, хотя Beauty Bomb мне все-таки больше нравится, чем Сона, в плане тинта, но мы все-таки будем использовать не тинт, хотя можно попробовать вот так сделать, ну, ладно, мне больше хочется помаду такую, раз, 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 вот, и, мне кажется, так гораздо интересней выглядит, вот, и обычно я крашусь, если что, палетка вот такой вот, на стримах, вот это вот все, это все, палетка маньяк, я отбежала себе ногу, все время опять поправлять линзу, все, поправили, вот такой вот, да, получился у меня макияж, макияж, вот такой вот замечательный макияж у меня получился, ставьте лайки, там, пишите комментарии, повторили бы вот такой макияж, и я бы хотела, чтобы вы его повторили, и, честно говоря, сделали бы лучше, тогда бы я повторила его за вами, по крайней мере, попыталась бы, вот, но, как бы тут уже, на ваше усмотрение, на этом я с вами прощаюсь, желаю вам хорошего настроения, чтобы вас не пидрайсило, так же, как пидрайсит меня, без таблеток, а таблетки я не могу начать принимать, потому что от них побочки, которые мешают мне работать, вот, работать я не могу без таблеток, и я в таком замкнутом кругу, так что, да, надеюсь, у вас дела обстоят лучше, заходите в ТГ, давайте общаться там, я хочу попросить вас, чтобы вы приходили в ТГ, и мы с вами общались там, потому что так будет гораздо продуктивнее, и лучше, и легче, вот, и, да, на этом я с вами прощаюсь, всем удачи, всем пока!